В этом обобщающем видео мы быстро и эффективно повторим основные фразы и разговорные выражения из последних семи диалогов, а также проработаем один диалог по супертехнике, которая даст тебе 100% результат в изучении немецкого языка. Если ты хочешь качественно повторить изученный материал и научиться использовать данную технику, тогда устраивайся поудобнее, наливай вкусный чай или кофе и поехали! Приветствую, друзья! Меня зовут Дмитрий и добро пожаловать на мой канал для всех любителей иностранных языков и на наш курс по немецкому языку, по диалогам легко и быстро. Всего за 50 диалогов ты пройдешь этот интересный и увлекательный путь от полного нуля до уверенного владения немецким языком на уровне А2. И заговоришь, и будешь использовать немецкий язык в повседневной жизни, в путешествиях, на работе. Если ты впервые на моем канале и хотел бы проделать этот путь вместе с нами, в нашем замечательном сообществе любителей немецкого языка, тогда не забудь подписаться на мой канал, сделай красную кнопку серой, не забудь нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео на моем канале. Ну и, конечно, лайк, если тебе нравится немецкий язык, и ты хотел бы освоить его вместе с нами в нашем сообществе полиглотов. Итак, занятие 35-е. Оно обобщающее, оно супер важное, потому что сегодня мы повторим изученный материал в плане слов и выражений. Ну и, конечно, я тебе дам парочку рекомендаций, и мы проделаем с тобой, выполним и проделаем замечательную технику, которая даст стопроцентный прирост в овладении немецким языком. Итак, вначале несколько рекомендаций. Я тебе рекомендую сегодня, после прослушивания этого занятия, просмотреть в ближайшие дни, завтра, послезавтра, прямо выделить, возможно, даже один день завтра и просмотреть все занятия, последние шесть, последние занятия с 29-е по 34-е. Чтобы это было интересно, ты знаешь, что занятия можно прослушивать в движении. Ты можешь заниматься какими-то рутинными делами и при этом слушать занятия последние, повторять вслух, по возможности, если ты один. И делать это в движении не в отрыве от каких-то рутинных повседневных дел. Но при этом ты должен держать свой ментальный фокус на прослушиваемом материале. Поэтому рекомендацию номер один – прослушать сегодня-завтра последние шесть занятий с 29-го по 34-е. И лучше делать это в движении. Тогда повторение материала будет качественно лучше. Ты знаешь, потому что регулярность и повторение – это ключ к успеху в изучении языка. Совет номер один, ну, на самом деле уже второй совет. Бери из каждого диалога один-два новых глагола и спрягай эти глаголы в изученных временах. Пока ты знаешь настоящее время и прошедшее время. Пока на этом этапе этого достаточно. Мы еще, конечно, добавим будущее время на нашем курсе. Спрягай, бери какой-то новый глагол. Спрягай его. Я делаю, ты делаешь. Извиняюсь. Он делает и так далее. А потом по ссылке онлайн-спрягателе ты можешь себя проверить, насколько правильно ты проспрягал данный глагол. Я думаю, что если тебе это дается легко, можно взять один-два глагола, и этого будет достаточно. Следующий совет. Полезный совет. Я называю эту техника трех минут. Кстати, на моем канале уже есть видео, посвященное данной технике. Если ты его еще не смотрел, тогда где-то здесь вверху, вот здесь, скорее всего, будет ссылка на это видео. Пожалуйста, посмотри. На экране ты видишь алгоритм проведения этой техники, как ее выполнить. Основное. Ты себя записываешь, выбираешь интересную тему, на которую ты хотел бы говорить на немецком языке. Записываешь себя на немецком языке три минуты, стараешься говорить. Потом записываешь себя на русском языке, используя несложные конструкции. И прослушивая русскую версию данной темы в течение трех минут, ты выписываешь те слова и фразы, которые ты не знал на немецком языке, стараешься их запомнить, и потом зафиналиваешь еще раз записью себя на эту тему на немецком языке, где ты, конечно же, будешь уже лучше говорить на эту тему, потому что у тебя расширится словарный запас. И, конечно, если у тебя есть возможность вот эту финальную запись кому-то отправить, кто владеет немецким языком, это будет здорово, чтобы тебе дали обратную связь. Ты видишь на экране полезные ресурсы для перевода русских фраз, которые ты использовал на немецкий. Слова в контексте. Это ресурс context.reverso. И онлайн-переводчик. Я к онлайн-переводчикам отношусь не очень хорошо, но этот переводчик переводит достаточно неплохо. При этом я тебе рекомендую переводить не все полностью фразу, а переводить именно выражения, которые ты не знал. Хорошо? Ну и, конечно, если тебе не хватает грамматики, ты знаешь, что мой курс больше заточен на разговорную живую лексику и постепенное естественное освоение немецкого языка через диалоги, прослушивание, проговаривание, чтение этих диалогов и работы с приложением Quizlet. Но если кому-то из вас не хватает систематической работы над грамматикой, почему нет? Ее тоже можно делать. Для этого можно выбрать любой качественный самоучитель, который вам понравится в любом книжном магазине. И этот совет я уже давал несколько раз. Наверное, у тебя уже есть какой-то самоучитель. Кстати, напиши в комментариях, какой книгой по грамматике либо самоучителем ты пользуешься. Достаточно неплохой курс Дмитрия Петрова, который в свободном доступе 16 уроков немецкого языка на YouTube. Я думаю, этого будет тебе достаточно, чтобы проработать какие-то грамматические конструкции более точно и точечно, если тебе необходимо. Либо просто больше слушать, больше начитывать диалоги, и постепенно грамматика у тебя будет получаться естественным путем. Но иногда, конечно, необходимо больше и качественно проработать определенные темы грамматики, если ты хочешь. Это по желанию. И сейчас мы проработаем один диалог по супертехнике. Эту супертехнику ты, конечно, тоже знаешь, потому что каждое обобщающее занятие мы ее используем. Если вдруг ты не знаешь, где-то вверху здесь будет видео на моем канале, посвященное данной технике, со всеми деталями, подробностями. И, конечно, алгоритм ты видишь на экране. Сейчас мы не теряем время и переходим к диалогу. Я взял один из тех диалогов, которые были у нас на последних шести занятиях. Твоя задача сейчас – слушая, ставя на паузу кусочками, записать все, что ты слышишь, на бумагу. Можешь прослушать два, три, четыре раза, сколько хочешь, ставя на паузу. Поехали. Твоя цель – записать, что ты слышишь, на бумагу. 30. Лекцион Твое утро Я не хочу, больше в гостях, стоять в гостях. Стоять здесь много, и мы только три дня у вас. Почему ты весь день в гостях не шутен? 1. Хочешь для меня в своем телефоне. 2. Хочешь для меня не заботиться не один из зимы с телефона. Мы можем вести зиму. Это не вредно. Я не буду вести 5 минут. Мы можем вести в городе. Мы можем на улице спать. В этом ветер. Это греет в стреме. Мы можем в гости. И мы можем в гости. Шифы я могу каждый день видеть. Отлично! Это наш диалог. Если ты меня сейчас слышишь, у тебя должен быть текст на бумаге. Если вдруг ты еще его не проработал, вернись к началу диалога и запиши этот текст на бумаге. Конечно, это занимает определенное время и, возможно, ты подустал, подустала. Если хочешь, можешь следующий этап проводить через несколько часов. Если сейчас утро, вечером, если вечер, то утром, либо в обед. Можно делать с перерывами и вообще между вторым и третьим шагом я предлагаю всегда делать перерыв. Поэтому это чувствую, послушай свое тело. Если ты не устал, можешь проработать дальше. Сейчас давай проверим, что ты записал. Ставь на паузу и проверяй, исправляй те ошибочки, желательно, другим цветом, которые ты сделал. Ставь на паузу здесь и исправь первую часть текста. Окей. Вторая часть текста. Я надеюсь, ты исправил все ошибочки. Если нет, поставь на паузу, вернись. Некоторые слова у меня Word выделяет. Не знаю, почему он выделяет это, потому что они написаны без ошибок. Окей. Если что-то непонятно, ты можешь в комментариях мне задавать вопросы по немецкой части. Сейчас, в следующий этап, твоя задача перевести этот немецкий текст на русский язык. Это часть перевода. Ничем не пользуйся, потому что этот материал мы все с тобой уже изучали. Полностью материал для тебя знаком. Сейчас сделаю перевод с немецкого на русский. Поехали. Ставь на паузу. Отлично. Значит, у тебя сейчас, раз ты меня слышишь, уже есть русская часть. Есть перевод, ты его выполнил. Давай его проверим. Первая часть диалога. Поставь на паузу и исправь свои неточности. Отлично. И вторая часть диалога. Тоже поставь на паузу, посмотри, что не так. Хорошо. Ты хорошо поработал. Если у тебя до сих пор есть какие-то сомнения, почему так с немецкого на русский, можешь мне в комментариях писать. Постараюсь максимально тебе помочь. И вот сейчас, кстати, ты можешь несколько раз прочитать немецкую часть диалога. Если ты подустал, вернись к продолжению данной техники через несколько часов, либо на следующий день. Твоя задача следующего этапа, смотря только на русский твой перевод, сделать перевод на немецкий язык. Окей? Сейчас ставь на паузу и свой русский перевод переводи на немецкий язык. Язык ничем не пользуется, никакими ресурсами, потому что вся знакомая лексика. Поехали. Отлично. Ты классно поработал. Тут даю тебе два лайка, потому что это действительно большой объем работы. Сейчас я верну немецкий текст. Хотя он у тебя уже есть написан. И проверь, что ты перевел не так. Окей. Первая часть диалога. Окей. Вторая часть диалога. Как тебе данная техника? Какие у тебя были неточности? Что ты заметил? Какие пробелы, возможно, ты заметил в немецком языке? И, конечно, если есть какие-то сомнения, пиши мне в комментариях. Окей? А сейчас мы с тобой поработаем в приложении Quizlet и повторим основные фразы из предыдущих занятий. Итак, сейчас мы в приложении Quizlet. Ты знаешь, что все слова и фразы я для тебя вношу в приложение Quizlet. И обычно под каждым видео ты находишь ссылку. Сейчас сколько нам позволяет время до конца нашего занятия, 20-минутного занятия, мы с тобой их повторим. И то, что не успеем, ты продолжишь и сам обязательно повторишь. Потому что ты знаешь, повторение и регулярность – это успех, это ключ к успеху в изучении немецкого языка. Итак, поехали. Ein Brief. А ты должен для себя мысленно либо вслух сделать перевод фраз. Письмо. Берлин. Den 23. Januar. Берлин, 23. Januar. Sehr geehrte Damen und Herren. Глубоко уважаемые дамы и господа. Ihre Anzeige in der Berliner Morgenpost vom 18. Januar interessiert mich sehr. Ваше объявление в Berliner Morgenpost от 18. Januar меня очень заинтересовало. Я думаю, я именно тот человек, кого вы ищете. Циркач профессионал. Я. Я. лет я высокого роста и спортивно сложен. Я холост и у меня нет детей. Я также свободен и независим и могу путешествовать, сколько необходимо. Могу в течение часа стоять на голове и декламировать на язык Фауста Готе. Кроме этого, мне можно даже щекотать подошвы ног. Это мой лучший номер. Еще несколько небольших вопросов. Какую зарплату вы предлагаете? На самом деле я зарабатываю 1780 Марк в месяц. А с какого числа это место «позиция свободна»? В ожидании скорого ответа остаюсь дружеским приветом. Она замужем. Он разведен. Вы женаты, замужем. Ты холост. Когда ты будешь учить немецкий? С какого времени ты живешь в Москве? Здесь можно хорошо поесть. Можно погулять. Здесь можно заниматься спортом. Спокойный вечер в отеле. И как раз сейчас будет тот диалог, который ты проработал. Давай на этом остановимся в работе с предложением Кузит. Пожалуйста, повтори все папочки, все модули с 29 по 34 диалоги. Тоже желательно это сделать в ближайшее время. И только потом, внимание, только потом переходи на диалог 36. Наш следующий новый диалог. Итак, дорогой мой друг, как тебе сегодняшнее занятие? Если оно было полезным, ставь лайк. Обязательно. Если можешь, напиши комментарий. Мне очень важно получать твою обратную связь. Суперсоветы на экране ты знаешь. Если ты изучаешь этот курс вместе со мной с первого занятия, тогда все правила ты знаешь. Основное правило это регулярность и повторение. У тебя есть сейчас небольшая задача. Прослушать все занятия с 29 по 34 еще раз. Сегодня-завтра. А также в приложении Кузит повторить все папочки с 29 по 34 диалоги. Тоже желательно сегодня-завтра. И потом со спокойной душой и с проработанным материалом ты можешь переходить к 36 занятию. Маленькое задание прямо сейчас. Оно будет не на немецком языке. Пожалуйста, поделись своей обратной связью. Насколько ты чувствуешь свой прогресс за последние 6 занятий? Чему ты научился за последние 6 занятий? Что у тебя получается? Что у тебя не очень получается? Мне очень важно знать, как этот курс именно для тебя работает. Что тебе нравится? Что не нравится? В чем твои зоны роста? Что пока не получается? Я постараюсь максимально тебе помочь. Также в комментариях. Зачем потому что... Оно будет что-то... Оно будет мало. Оно будетaa. Я надеюсь, что сегодняшний директор был для тебя очень приятный. В longing. Да, я надеюсь, что вам много времени потому что у тебя осталось! И конечно доброе время, вам доброе время. Eine schöne Nacht und wir sehen uns sehr bald in unserem nächsten Unterricht im Dialog 7 und, nein, 36, okay? Alles klar und mach's gut. Tschüss!